День четвертый начался для нас не как обычно. Небольшая облачность плюс прохладный бриз моря. Все эти факторы не предвещали ничего хорошего. Но сам вид из окна, чистота за окном с лихвой компенсировала все эти недостатки. Потому как любоваться таким восходом и не менее романтичным закатом это, согласитесь, намного лучше, чем шумная стройка за окном и пыльный плац вместо красной дорожки в коридоре. Ну что же, утро доброе, друзья. Сегодня у нас 19 февраля. Время египетское без 15 до 7 утра. И вчера, наконец-таки, я подошел на рецепшн отеля Hilton и сказал, что уже такое. Я пишу столько эмейнов компания MISUL, которая продала нам этот тур. Достаточно недешевый тур. И качество комнаты, ну, мы ожидали несколько иное. А что они говорили? Ну, у нас все такие комнаты и так далее и тому подобное. Компания MISUL ответила, что ошибка произошла в том, что экипаж не знал, что рейс объединенный, поэтому у нас не было египта. Ну, и что произошло дальше? Случилось так, что мой телефон выпал и совершенно случайно рассыпались карточки. И администратор отеля увидел вот эту вот мою пресс-карту. Они спросили, какое это отношение имеет к тебе? Я говорю, ну, я независимый журналист, блогер, сотрудничаю со многими изданиями. И здесь они спросили тут же, а ты делаешь какие-то репортажи? Я говорю, да, обязательно, как же без этого? Я говорю, об этом в сервисе тоже. Представляете, все буквально поменялось вот так вот по щелчку. Убежала девушка, администратор. Сказала, подождите. Ровно через минуту прибежал какой-то очень удивленный мужчина. Такой холеный, одетый. Здесь сразу пометно начальник. И ровно через 15 минут мы переселились в эту комнату. У нас с багажом с той территории, а здесь расстояние где-то около километра, мы электромобильчики привезли сюда, расположили. И вот как выглядит эта комната. Честно говоря, комнаты немножко меньше. Начну, пожалуй, с балкона. Балкон тоже, немного меньше, но, значит, все, как красиво, здесь не заканчивается. Здесь у нас есть два стройка. Как это уже раньше, и у меня на госсире. Вот этот госсиринчик. Паркок уже северно-суанский. Здесь кусочек этой стройки. Два рода. Как всегда. Здесь, в итоге, это заканчивается. Вот так. Ваши кусочек. Итак, друзья, в связи с известными событиями вокруг китайского вируса в кои-то веки есть возможность наконец-таки доделать все свои видео. Остаток этого дня, вернее половину дня мы провели как обычно. На пляже, купались, ныряли. Но случилось вот что. Дело в том, что вот этот вот кожух китайский для телефона оказался немножко с браком. Нуля от времени тут появилась какая-то дырочка. В общем, этот телефон, на который мой резервный, на который я делал подобные съемки, сломался и не подлежит восстановлению. И страховая компания. Ничего мне оплачивать тебе не надо. Поэтому, собственно, ничего интересного не произошло. Ну, примерно было вот так. Обычные подводные съемки, обычный пляж, ничего особенного. Но прежде чем перейти к другим видео, хочу показать вам письмо, которое поступило от одной моей подписчицы. Здравствуйте, Евгений. Я очень люблю шарм. Ожидала получить удовольствие от просмотра «Любование моря». Но, к сожалению, в ролике вы не любовались природой и местным колоритом, а осуждали других отдыхающих и искали недостатки. Во всем видео какое-то недовольство и негатив. Уважаемая Люда Кибенко, вы совершенно правы, я еще там разота. Только ищу возможности, как обгадить все и вся. Ну, а если серьезно, то прежде всего я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы смотрите мой канал и за то, что вы являетесь моей подписчицей и тем более оцениваете мои скромные труды. Поверьте, для меня это очень важно. Тем более для меня важны ваши отзывы и комментарии зрителей, ровно как и ваши лайки или дизлайки и, естественно, просмотры. Тем более, если вы хотя бы иногда делитесь моими видео со своими друзьями, знакомыми, подругами или даже недругами. Теперь о главном. На самом деле я не такой уж зануда, каким могу показаться с первого взгляда. Я всего лишь хочу, чтобы сервис соответствовал своей цене и наоборот. Поймите меня правильно. Требовать качество услуг за свои деньги – это нормально. Только не путайте, пожалуйста, требовательность с банальным хамством к обслуживающему персоналу, которым часто грешат наши соотечественники, как только оказываются на курортах. Особенно, если это касается системой «все включено». Хочется, чтобы, купив брюки, их можно было сразу одеть и пользоваться ими долго, а не до первой стирки. И тем более не ушивать, перешивать, переделывать, подрубать. Чтобы мебель, купленную по интернету, не надо было доводить до ума домашним умельцам, а сразу можно было ставить в дом и радоваться ей. Чтобы магазинные овощи не в мусорное ведро выбрасывать, а прямо в суп можно было класть. И так далее, и тому подобное. О чем это я? Ах да, едва не отвлекся. Думаю, многие со мной согласятся, что наши люди, оказавшись на заграничных курортах, как правило, купив этот тур на последние деньги, либо в кредит, ведут себя, мягко говоря, неадекватно. Как к окружающим их туристам, так и к администрации отеля. Или к местным жителям, что оставляет у последних не самые лучшие воспоминания о наших соотечественниках. Теперь чуток ностальгии. Вспомните, как в нашем далеком детстве нам промывали мозг, что скоро, совсем уже скоро наступит то вожделенное время, коммунизм, где всем будет доступно все и совершенно бесплатно. Так вот, на курортах Таиланда, Турции или Египта ушлые менеджеры уже осуществили эту пролетарскую мечту в наши дни, реализовав идеи дедушки Ленина в системе All Inclusive. Все включено. Это не просто пятизвездочные отели с шикарным обслуживанием. Скорее, это и есть тот самый рай на земле, на идеях которого мы выросли в стране, которой уж давно нет. Мне лично не ясно, почему некоторые, подчеркиваю, некоторые выходцы из стран СНГ, ведут себя так, что весь мир должен знать, что сюда приехал именно ты, Вася из Нижнего Тагила, или Леха из Мухосранска, и все теперь им должны до конца жизни. Уверяю вас, я не из этих. Но чтобы понять, о чем я вообще пытаюсь вам сказать, попробую привести пример на обычных покупках, которые мы все совершаем. Представьте себе, вы пришли в магазин, покупаете там, ну скажем, обувь. При этом, вы заплатили за туфельки, мягко говоря, не самого лучшего качества, к примеру, тысячи рублей. И тут же вы видите, как за соседним прилавком, но у того же продавца, точно такие же, или даже лучше, продали за 200 рублей другому человеку. Вы, естественно, возмущаетесь. Но продавец говорит, что у него нет хороших туфлей за 200 рублей, а вам они обошлись так дорого только потому, что вы приехали из другого города, или потому, что для вас выявлены какие-то другие, совершенно непонятные для вас условия. Нет, дорогие мои, так не пойдет. Учитесь требовать соблюдения условий контракта. К примеру, мы заплатили за этот тур немалые деньги, если быть точными, 1700 евро. А качество услуг оставляло желать лучшего. При этом рядом были люди, купившие этот же тур за 400 евро, или даже дешевле, но с более лучшим качеством. Поэтому я и востребовал лишь то, что хотел увидеть, не более, и не менее. И еще раз спасибо. Остальным зрителям я предлагаю оставить свое мнение в комментариях под этим видео. Бывали ли у вас подобные ситуации? Пользуясь случаем, вы можете подписаться на мой канал, добавляйтесь ко мне в соцсетях, а также вы можете поддержать меня материально, оставив свой донат, или переведя денежку на счет. Ссылка на Paypal будет здесь же под видео в описании. Никаких других реквизитов у меня нигде нет. Будьте внимательны и осторожны. Сейчас очень много мошенников вокруг. Ну, пожалуй, довольно нравоучений, тем более, что многие из вас и сами с усами день наш на пляже прошел, как обычно, солнце, воздух и вода. Наши лучшие друзья. Все, как в пионерском лагере в далеком детстве. А потом был обед в ресторане, немного отдохнули у бассейна, и перед закатом мы отправились в старый город, где расположена знаменитая мечеть Аль-Сахаба и не менее знаменитый рынок. Но прежде, чем мы попали на этот вечерний променад, с нами произошло одно событие, которое отличает нас от местных. Запомните этот момент. В самом конце видео я покажу вам совершенно обратное, но уже от наших соотечественников. В этом выпуске вас также ждет разоблачительное видео о знаменитом рыбном рынке и прилагающихся к нему ресторанах. Я буду ломать стереотипы и разрушать шаблоны. А это еще та жесть. Ведь вы уже поняли, я еще то дерьмо, и ничем вы меня не смоете. Особенная тема в Шарм-Аль-Шейхе это дороги. Как минимум в Египте одной бедой меньше. Но вот о второй беде мне хочется сказать отдельно. И об этом мы поговорим немножко позже. Несмотря на качество дорог, об этом вы можете убедиться лично, что здесь с дорожным покрытием все окей. Наличие двухстороннего движения по три полосы в каждом направлении. Но все же народ не особенно соблюдает правила дорожного движения. Прежде всего, египтяне не любят светофоры. Я бы даже сказал, что у них хроническая непереносимость светофоров. К примеру, в Шарм-Аль-Шейхе я видел всего один светофор. А в Хургаде люди видели еще один. Может быть, кто-то знает больше? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Вот, к примеру, в столице Египта в 30-ти миллионном Каире всего 8 светофоров. И это официальная статистика. Не мудрено, что там просто тотальный хаос и бардак на дорогах. Все ездят, как хотят. Прежде всего, приоритетом проезда пользуется тот, у кого автомобиль дороже. А еще тот, кто успел первым по сигнале. Типа, эй, пропусти меня, я сейчас еду. Или наоборот, эй, ты, ехай скорее, а то я тороплюсь. Какие там приоритеты, какие там правила? Может быть, вы знаете. Напишите об этом в комментах. Буду ждать. Дорога до старого города заняла не более получаса, учитывая, что водитель гнал 120 км в час и не меньше, а по пути следования была совсем не презентабельная картина. И у вас есть уникальная возможность видеть два совершенно разных шарм-эль-Шейха. Кварталы местных жителей, где живут в основном рабочие из отелей и прочий обслуживающий персонал явно отличаются от фешенебельных отелей, где отдыхают зажиточные туристы. Это еще не трущобы, но, как правило, это грязноватые улочки, где цивилизация дает серьезные пробуксовки, а в тени явно аварийных зданий, как попало, припаркован разномастный автохлам. И все это на фоне мусорных куч. Такое чувство, что местные вообще не замечают, грязи вокруг себя. Они просто выбрасывают мусор из дома, куда хотят и где хотят. А там хоть трава не расти. Кстати, здесь даже и трава не растет. Я даже боюсь подумать, куда деваются сливы из канализации, если она вообще есть. Может быть, кто подскажет, как с этим обстоят дела в шарме. Вот, положа руку на сердце, дорогие египтяне, а я знаю, что среди моих подписчиков есть и русскоговорящие граждане Египта. Вот скажите мне, почему там, где вы живете, такой срач? Нет, ну я серьезно. Там, где вы работаете, все нормально, хотя это вопрос спорный. Ну, скажем, в центре, там, где отели и концентрация туристов, еще относительно чисто и опрятно. Но там, где вы живете, жуть, вонь, грязь и попрошайки, и антисанитария. Я еще не говорю о криминале, а это еще та жесть. Но есть и хорошие новости. На въезде и выезде в любой населенный пункт всех встречает блокпост полиции и военных. Некоторые автомобили досматривают. Кого-то пропускают так, видимо, сканируют на глазок. Хотя, о чем это я? Здесь они работают с поправкой на местные условия, отчего проблемы с угрозами международного терроризма стоят достаточно остро. Ведь среди игиловцев много выходцев из Египта. С другой стороны, есть жалобы местных жителей, что силовики, прикрываясь противодействию экстремистам, нередко подвергают репрессиям неугодных властям людей. В стране практически отсутствует политическая позиция. Но есть тотальная цензура. А проблемы нарушения прав человека здесь весьма актуальны. И Египет, как и многие страны Северной Африки, лидирует в этом списке. Впрочем, мне это знакомо. Ведь у нас в Узбекистане примерно то же самое. Так что в Египте ситуация с правами человека остается удручающей. Что у нас? Хорошее событие, да, произошло? Я в такси забыл шкурку от телефона, все банковские карточки, служебные удостоверения, ключ, визитки. А я все выгрузила из своего телефона. Рука, теряла чехот, отдачуков. Водила пришел, все сказал, все покажал и все вернул. на чай, палки пару дорого будет. Ты такой жадный, я тебе не знаю, жадный. Я вообще жадный. Деньги кончатся, я тебе не дам. Ну ладно. Так, мы где? Старый город? Это главная мечеть. Самая главная мечеть. Как она называется? Я забыл. Мистер Облика Морали. Мы должны посмотреть, посмотреть, где сколько стоит, поторговаться, подумать. Он жадный, он деньги не дает? Он не дает. Он хороший. Для денег вообще нет. Я не один доллар не дам. Это нормально. Время 17.00. Это вечер. Для местных продавцов ранее ранее утро. Потому что они здесь будут столово вруди. Ухов до трех до четырех. Через час уже будет абсолютно темно. Абсолютно темно. Здесь начнется совсем другая жизнь. В старом городе, старом нынке. Как вы понимаете, сейчас мы на центральной площади старого города. местное время 17.00. Но из-за близости экваторов Северной Африки темнеет здесь достаточно быстро. И уже менее чем через час здесь будет абсолютная ночь. Но яркость огней на рынке с лихвой компенсирует этот недостаток. И здесь будут совершенно другие виды. Ночью старый город предстает в ином облике. Прежде всего не будет видна пыль и грязь, а светодиоды дают элементы романтики и роскоши. Хотя и днем здесь также есть куда бросить взгляд. Как и на любом восточном базаре буйство красок в избытке. А главное ассортимент ароматов, которые не может передать камера. Но уверяю вас на рынке шарма пахнет всем и сразу. Запах душистых масел перемешан с терпкими духами и легким дуновением туалетной воды. А еще из окон доносится едва улабимый дымок жареного и крепкого кофе. Да, именно потому, что сейчас сумерки, а вечер для местных торгашей это как раннее утро для нас. Потому что для них рабочий день только начинается, а рынок закроется перед рассветом часа в три или четыре ночи. А после чего всю территорию приводят в порядок в течение всего дня с утра и до вечера. И так каждый день. Скажи, пожалуйста, почему эти 20 очень не считай, да? Это косвы и нельзя считать здесь. Турист купили и сумка и дома. Хочу считай, считай. Как антика, дома. как хочет понимать. интересная штука, что ножи они продают полуфабрикателю в таком виде. То есть в Египте тащить нельзя? Нельзя. Здесь самолет нельзя. А нет, самолет нельзя. Багаж самолет не врублен. Это сумка, не карман. дома читать. А дома точить нельзя забрал. Интересно. Интересно. Да? Я не обманываю. Ну конечно он не обманывает. Он еще как обманывает. Ну вот. Прошло всего минут 15 или 20. Над небом сгущаются сумерки и становится совершенно темно. Следует заметить, что в отличие от прошлого года сейчас торговцы на рынке ведут себя более корректно. Они отказались от навязчивой торговли и сменили ее на простые улыбки и просьбы о помощи. Слово помощи я беру в кавычки и сейчас вы поймете почему. Этот арабский парень на очень ломаном русском языке уверял меня, что он только что открыл магазин и ему нужны отзывы для других посетителей. Это больше похоже на записи дневника искренности в моем босоногом детстве. Это такая социальная сеть времен застоя. «Эх, ну, как не помочь хорошему человеку? Сделаем, тем более для нас это ничего не стоит». Обратите внимание, как только я начал делать запись, он тут же повел такую рекламную кампанию своего магазина. Хороший маркетинговый ход, ничего не скажешь, молодцы. Люди пытаются выжить как могут. Ну, что поделаешь, если в Египте средняя зарплата 200-250 долларов, и такую зарплату еще надо поискать, в принципе, их можно понять. Будем неходительны к этим ребятам. Каждый выживает как может. при этом обратите внимание, друзья, несмотря на трудности перевода и общения на русском языке, у этих торговцев есть ответы практически на любой вопрос, а ваш любой вопрос так или иначе касается либо торговли, либо их товаров. Так вот, тут же он предложил те товары, которых у него нет. Буквально вот через дорогу работает его брат, у него магазин ювелирных украшений, пожалуйста, пройдем, там будет для вас большая скидка и все такое. Но, ребята, ну, что сказать, хорошо работают, торговля идет, каждый работает как может, важен результат. От себя хочу сказать, удачи вам, парни, удачи. вот, еще, что меня лично шокировало, так это оперативная связь между торговцами, для того, чтобы нам выйти из этого магазина и буквально вот оказаться в объятиях другого торговца, который уверял, что он именно брат или сват этого парня, и он уже знал все о нас, что нам надо, где лучше купить, и откуда мы приехали, и все такое, давайте, то есть вот эта связь оперативная, она вообще происходит, вообще непонятно, каким образом, как они связываются между собой, как они передают за такое короткое время такой большой объем информации, ну, интернет отдыхает. Валидоль, скажи ему, что хочешь сюда, Валидоль. Вечером Шарман Шек преображается, здесь преображается прям на весь. буду говорить о богатах, богатах, тебя выражается Шарман Шейх. У меня действительно картовому человеку до всего месяца лет. Время только время еще нет шести, прошла вечерняя молитва. Сейчас пойдет. Сейчас все пойдет. Кусокка. Кусокка, да, сейчас самый качественный начался. Ну, Шарман Шейх вообще преобразился, вообще не узнать. У нас пыльного, грязного города стал такой вот лакшери, шмакшери. Ну вот, сейчас вы наглядно можете убедиться, насколько разным пред нами предстает Шарм-эль-Шейх днем и вечером, когда наступает темное время суток. это совершенно другая картинка. Совершенно другие краски и обстановка совсем другая. Что еще поражает на этом рынке, так это наличие здесь кошек. Здесь их очень много, просто очень много и все это неспроста. Оказывается, кошка это не только священное животное для египтян, поэтому они гуляют там, где хотят и делают все, что им вздумается. Здесь еще из-за такого теплого климата очень много змей, соответственно вместе с ними и вредных грызунов, крыс, мышей, и поэтому египтяне здесь не трогают этих пушистых охотников и они справляются со своей работой очень даже успешно. что-то он слабоватый. Я бы попробовал вот это покупать. Это так и меня за это курица гораздо. Я понял. Танас сегодня гриза кораллы. Один попробуй маленький и кораллы. Кораллы живые. Один маленький кремар и немножко примерно чтобы было 13. с собой в ресторан. Это как хочешь? Можно гриб можно дарить. Пошли посмотреть грибик. Дарить не без куриц. Все грей дарить это 15-20 минут. Не варить а грей. Гриль, да? А мягче как? На гриле или варить? Гриле. 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 Давай уже в ресторан где? Давай он выпадь. килограмм? Да. килограмм. килограмм. Подожди. А вы нам с собой дарить. Итак, я возвращаюсь в комментарию моей подписчицы Людмилы Кибенко, о котором вы прочитали в самом начале выпуска. По утверждению которой я только и делаю, что ищу недостатки даже здесь на отдыхе и по своей натуре я не могу пройти мимо любой бочки меда, чтобы не бросить туда свою ложку дегтя. Отчасти вы правы, но только отчасти. Однако я прошу прощения, мои другие друзья, я всего лишь показываю реальность, а каждый из вас пусть сделает выводы сам. Чтобы не быть голословным, мы воспользуемся услугами популярного туристического сервиса, который оценивает уровень обслуживания рыбного ресторана в самом центре рынка в старом городе Шарм-э-Шейха на 4 балла по 5-бальной шкале. А так ли это на самом деле, давайте разбираться на основе фактов. Всюду под ногами снуют кошки, но эти животные не самое большое зло, которое здесь обитает. Рыбный ресторан. Ну а теперь обещанная ложка дегтя. К сожалению или к счастью, моя камера не может передать всей палитре красок и запахов ресторана La Gazelle. И здесь есть еще кое-что. А пока обратите внимание на эту коричневую дверь, которая никогда не закрывалась. Как вы думаете, что это такое? Предлагаю вам 4 варианта ответов. Первое это склад. Второе это холодильная камера. Третье это общественный туалет. И четвертое кабинет начальника. не угадали? А правильный ответ номер три. Это туалет. Да, именно так. Нужник. Благо, не типа сортир. Но со всеми прилагающимися прибамбасами устроили прямо напротив столиков, где посетители вкушают дары Красного моря. Ну, о раскрытых настиж дверях и характерном запахе я уже, кажется, говорил. Располагается сие удобство прямо на выходе цеха готовой продукции, промеж сортировочного стола и кассы, где также находится бар с напитками. Баклажава. Икра баклажавная заморская. А это что? Хумус. Хумус из чего делается? Я не очень уверена, по-моему, это нут перечерпы и всякие другая. Это очень любит. Еще странная особенность арабских ресторанов это чистота. У каждого народа свое понятие чистоте, гигиене. Здесь у них свое. Мы выбрали свежую рыбу, свежие креветки. Поплатили 28 долларов и сейчас ждем наш ужин на гриле. А в Норвегии креветок нету. Но это еще не все прелести рыбного ресторана. Вот, прямо над разделочным столом висит телевизор. Ох, не зря его называют зомбо-ящик. А в этот день проходил какой-то отборочный матч. Я боюсь ошибиться, но, по-моему, между сборными Египта и Саудовской Аравии. При этом зале было немало посетителей. И вот вам еще викторина. На чем были сконцентрированы работники ресторана? Поднять выручку своей харчевни или поболеть за любимую футбольную команду. здесь вы можете убедиться лично, что пусть весь мир подождет. Работники забили на все и на всех и только болели за своих кумиров. Теперь еще немного жести. Всем, кто сейчас за столом, приятного аппетита. Вернем ранние кадры. вы видите эту прекрасную композицию из статуи в виде шампура с креветками на железном блюде. А теперь чуток внимания. Куда они складывают использованные приборы и посуду? Даже не пытайтесь угадать. Правильный ответ на входе в туалет. Там же за этой коричневой дверью они моют посуду. Я даже боюсь подумать какой щеткой. надеюсь, что не туалетным ёршиком. Пользуясь случаем, скажу личное мнение, что туристам в Египте коронавирус точно не грозит. Они скорее заразятся и вымрут от дизентерии и поноса. А как известно, зараза к заразе не пристает. Хотя какая разница от чего ты помрешь? От неведомой болезни или засранцем? А вы что думаете по этому поводу? Напишите свое мнение в комментариях. Также я жду ваших сообщений от тех, кто бывал в этом ресторане, как вам там понравилось, не понравилось, какой был счет, какое было меню, ну и прочее. Буду очень благодарен. Если вы смотрите мои видео, то наверняка знаете, что у меня есть несколько хобби. и одно из них это кулинария. И я уверяю вас, что из таких, пусть даже экзотических морепродуктов, можно приготовить более яркие и более вкусные блюда. И в завершении ресторанной темы, немного времени. Не знаю, связано ли это как-то с футбольным матчем, но по нормативу в ресторанах рыбные блюда готовятся не более 15, максимум 20 минут. Кстати, об этом же говорил и менеджер ресторана. Он же и продавец рыбы. Горит небось. Все греет и горит 15-20 минут. В итоге мы прождали около 50 минут и покинули эту тошниловку не в самом хорошем расположении духа. Ну что же, все рано или поздно заканчивается и наш путь лежал по тем же торговым рядам, где мы гуляли часа два или три назад. И в который раз обращаю ваше внимание на романтические виды этих улочек в вечернее время. А по пути мы увидели еще несколько таких же ресторанов, где можно было выбрать свежую рыбу и вам ее тут же приготовят. А кто из зрителей бывал в этих ресторанах? Какое там обслуживание? Сильно отличается от нами увиденного? Напишите об этом в комментах. Ну вот, мы сделав пару кругов с гаком вокруг этого рынка опять вернулись туда, откуда мы и начинали, к площади у мечети, где после вечерней молитвы гуляют туристы и местные. Ну а в торговых рядах случается еще много интересного. жаль, что не все попадает на камеру. Он вас замуж заберет сейчас? В гарем? Просит, подари мне шоколад подарок. А у них шоколад это большая беда у них. У них шоколада нет. Нет. Вот старая для тех, кто не понял, эта очаровательная украинская бабушка где-то прознала, что в Египте нет хорошего шоколада, а посему она привезла сюда шоколадки и выменивает их на египетские товары. У меня несколько вопросов к знатокам. На что можно выменить шоколад в Египте? И вообще удавалось ли кому-то совершить такой бартер? И как вам вообще такая бизнес-идея от украинской пенсионерки? Жду ваших мнений в комментах. Ну что же, время неуклонно и нам пора возвращаться в отель. И теперь хочется поговорить о второй египетской беде, присущем многим странам. Мы сели в такси и обратите внимание, что сигнал разрывается предупреждением о непристегнутом ремне безопасности у водителя. Что делают обычно шофера в Европе? Правильно, они пристегиваются и дело вовсе не в штрафах. А что делают их коллеги в Египте? Они просто включают музыку на полную и при этом наш водитель гнал 130-140 не меньше. Ну вот, всего полчаса на измене с водителем, который выжимал из своего железного коня все соки, при этом он говорил по телефону и пил горячий чай. Через полчаса по прибытию в отель мы хотели посидеть на ресепшене, ведь только здесь есть бесплатный Wi-Fi. Но тут нас ждала вот такая сцена. В чем собственно сыр-бор? У этого парня сегодня был день рождения и по традиции администрация отеля поздравила именинника со знаменательной датой. Ему в номер принесли торт от шеф-повара ресторана. Но как только сотрудники отеля ушли, парень обнаружил пропажу телефона. Естественно, кражи мобильника он нет, не заподозрил, а обвинил сотрудников отеля и потребовало вызвать полицию, украинского консула, спецназ и представителей турагентства. Ну а чем закончилась эта детективная история, вы узнаете в следующем выпуске. Можете подписываться на мой канал, поделитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми, добавляйте в соцсетях, ну и оставляйте пару комментариев. Для меня это очень важно. Все ссылки, а также линк на PayPal вы найдете в описании к этому видео. Увидимся в следующей серии. в следующей серии. В следующей серии. в следующей серии.